Всем привет! Це програма «Один день». Ось вже другий випуск і друга моя професія – це працівник водоканалу. Ситуація, яка склалася в даному дні, в даній професії за наш один день знімальний, виявилася досить складною. Чому побачите, звичайно, в самому відео. І нагадаю, що це соціальний експеримент не для мене, а для вас. Тому починаємо. Робота у водоканалі ділиться на дві групи. Перший ремонтує лінії водопостачання, інші вичищають каналізацію. У нас було на меті показати ці різні роботи і порівняти їх. Але сталося так, що приїхавши на першу локацію, окрім бахання лопатою, реально я нічим не міг би допомогти. Зварювати не вмію, підганяти труби теж. Найважливіше – це потрібно було робити вчасно, бо люди були без води в помешканнях. Тому вирішили показати роботу іншої бригади, які працюють із каналізацією. Дякую! До мене поступила заявка із ул. Святомихалівська телесервіс 51. Один. Там скарги на воняє каналізація. Треба піти обстежити, де люки віки забєті. Дякую! Звучить! Дякую! 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 Вот там есть труба, ниже, ниже, вот не засуну руку. Слева, справа есть трубы, вытягиваю все, что там есть. А не мачем? Ну что, песок есть, бутылка, кровать есть. Говорите с ним, вы слышали, что он делал. Пусть говорите с вами. Я вообще ничего не буду говорить. Говори, говори. Ты говори. Точно будем говорить с вами. Ты говори. Иди. Вылазь тогда. Вылазь из винителя. Я воздух ловлю лучше. Говори с нами. Хорошо, хорошо. Рассказывай анекдот. Я тут не даю анекдотики, честно. Короче, смотри, анекдот тебе расскажу. Покажите. Бел живой человек, пока он не спустился. Так как я. Нет. Русский анекдот. И все, русский анекдот. Ну что, Артур, Артур. Как там? Я не, я вылазил. Подожди, подожди. Не больную руку. Это. Это нормально. Это возьмите под локоть. Под локоть. Поднимаемся. Спасибо. Спасибо. Как вы ощущаете? Как вы ощущаете? Хорошие ощущения, если честно. Сейчас мы тебе покажем, что там дышать можно, но там будет мно. Я понял, что хорошо. А в кухню? А в кухню? А в кухню? Мне хорошо. Слушайте, а вы что, целый день так вот? Да. Постоянно так работает. Представь, чтобы было. Я сейчас попробую вам объяснить, что сейчас произошло. Меня запустили в канализационный люк, где я мог бы вычистить все то, что спускают люди в этих больших поверхностях. Говорю, трешечки погано. Потому что, как появляется, там, в середине этих канализаций, идут опоровывания амьяк. И люди, которые меня опускали туда и так же потом подняли, они говорили зо мной каждый раз. И это было не просто, чтобы поддержать разговоры. Это было для того, чтобы они слышали, что я живой и мне не стало погано. Потому что уже было очень много разных случаев, когда человек одна спускалась. И, ну, просто ее звезда діставали. И бригада швидкость тут на месте просто откачивала. Это гирше, чем смятя. Я не знаю, с чем это сравнивать. Сейчас у меня хлопцы открыли один люк, в котором я также им допоможу. И говорят, что там больше безопасней, потому что там больше воздуха. Но я не знаю, как я сейчас это буду снова прочувать. Поэтому не гарантирую вам серьезный результат своей работы. Там есть и тряпки, и салфетки, там все есть. Там все, что хочешь, можно надеть. Не-не, ему уже доброе. Камень, это если уже чистая труба просвела. Ты залазишь, и это все чистит. Постоянно разговариваешь с человеком, чтобы мы понимали, как у тебя разумно услышно, когда разговор меняется у человека. Тогда мы его сразу оттуда достаем. Язык заплетается. Все. Если мы успеем. Руки подоймешь, мы тебе не достаем. Пятисотка еще труба. Не переживай. У нас есть... Видишь, стоишь на ногах. Пи***ь. Фу. Не дыхай. Дай ведро. 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 И как? И вот вниз было покласти ведро. Я хочу, чтобы вы видели. Это что? Трушник? Нет. Это важный салфет. Есть трусы. Все так. Девятчик. Девятчик. Ты еще не предустил. Девятчик. Есть ث. Многоо золота. Вибачьте меня на словно, но я вам прикомнюев знаю. Я не знаю, что я прошел, но мало помогения я маю. Сейчас херовато это чувство. Иди, о чем мне говорите? Надо постоянно разговаривать человеком, что мы знаем. Не ноги, ноги поделись. Я стянул, я стянул. У меня такое чувство, что оно все затекло в середину. Не исключено, потому что все хорошо. Или просто нога поделись? Чтобы долго не расслабить всю работу, которую нужно делать. А дальше я понимаю, что это? Мы можем метить колокольцу в 10 минут. Потом заслужим воздухом в 20 потоке. И больше 10 минут. Я не был готов до такого. И придешь домой, придешь сразу в руки. Можем, когда целый день были, а когда и три-четыре. Что с правой в ковробы, а не из три. А такие еще есть для машины. И еще для губина. Великой пилки, колокольчик разом. Версит. Так. Ну так. металевый дрит не смогло пройти далі деколькох метров. Сейчас ребята закопают назад, закрывают канализацию и померяли такой вот железкой, что проблема в том, что не стыкает сигнализацию в этой яме, которую нещодавно копали. И поэтому мы не можем ничего сделать. Душевая кабина, у нас тут есть члена. Да. А то и душевая кабина, и умывальник. Все, все. Плетно помагу, памперсы, борщ мы се па уйдь туда. Труба, как ни великого диаметра, она... Здесь, да, здесь можно помочь. Да. 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 А когда кабинать, то что говорят? Да. Многие такие непрестижные слова. Такие люди... Люди, нищу кофе, научи сделать. Угу. Подякували. Подякували. Что они платят. Специальные такие фишки ставят, чтобы никто не впал, никто не проехал. Чтобы ведутся работы. Друзья, сейчас расскажу, что происходит, пока не работаю. Хлопцы берут металличный дрот, пробивают канализацию. Канализация имеет протяженность 15 метров. И в идеале, через целую улицу, до этой брукки, канализация, вот этот дрот, мает вискочить вот там. Но это в идеале, если труба не забита. Можешь какую-то кислоту туда залить? Не бывает такого, да? Люко, там нужно... Великой трубе. В 40 минут мы пробивали... Вон девочка, даже не дает сбрехать. В 40 минут мы пробовали пробить трубу, которое застряло в волоссях, вологие серветки, какие-то незрозумие для меня кустки тканины. И в результате мы добились того результату, потому что вода пошла сейчас полным ходом. И это радует. И это означает, что мы свою работу выполнили. Пластик от вушных палочек. Иначе я вообще в руки не буду брать, потому что я боюсь. А вот эта локация – звернення мешканца одного из центральных домов. Те, что мы там увидели, как довелося дружно працювать, и что там нашли, просто не вкладалось в голову. Зверху разберусь на долю. Зверху трубу запела. Шопы пипец. Куда вода стрикали? Фу! Не упадь! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Що саме було неприємне? Те, що ви бачили на власні очі? Неприємне? Угу. З цими хлопцями робили. Чи можете ви в центрі десь припаркуватися? Як то так взагалі? От те, що ми стикнулися, тепер що? Ви не могли навіть під'їхати? Машина на скалу в городі. Лучше машин забити, щоб ніде не стати, не припаркуватися. Паркуєміся, де потрапило. Поближе, де може стати. А якщо, наприклад, треба ту машину, що є під тиском, подавати воду, щоб прочистити каналізацію? Ну, щоб ідуть, глядають в бувці, де майстер, глядають місто. Щоб машину там не ставити. І то так і під'їжджав. Тобто затрудняє роботу, так? Так. Ми прибули на одну цікаву точку. Мене про неї попереджали. Це гуртожитик. Ось. Тут цікаво в тому, що тут можна зайти дуже багато різних артефактів, які, взагалі, студенти викидують. І ми зараз будемо в пошуках золота. Вафлі Артек. Нє, ну ви з юмором, пацани. Я чесно. Чотири назад. Чому? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Більше години всі дружно по черзі пробивали корок в трубі. Ми поділились на дві групи. Одна продовжувала працювати, а ми пішли перевіряти інші каналізаційні шахти. Можливо, і там є проблеми. Але зі шести колекторів повним виявився лише один через забитий біля гуртожитку. Такий обхід працівники змушені робити на кожному виклику. Музика Ми зайшли туди, подивилися. І людина просто відкрила люк. Побачила, там просто йде нестиковка труб. Десь пішло розрив по шву. І, звичайно, вода просто затікає в підвал. І воно там стоїть днями, тижнями, місяцями. І звідти йде запах. Щоб ви розуміли, якщо у вас якісь проблеми, то не завжди винний водоканал. Є такі ситуації, які потрібно контролювати через ЖЕК або через інші якісь організації. Ну от і слідкувати за цим. І не треба шукати головне крайнього. З кухні, так? Ваш кухні щось накоксуємо на трубі. Туди? 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 Я просто хочу, щоб не впав. Фломастер. Ферендар. Ну, дивись. Олівці, фломастер. Ото навіть нема що розбирати, то видно зразу на одному місці. Оце тверда маса. Це не фекалії, нічого, дивіться. Це олівець. Тампони. Потім, дивіться, якісь куски, якісь каміння. І саме найголовніше, що це жир, який збирається протягом, я не знаю, місяців, тижнів, як це навіть сказати правильно. І таких пробок куча. Розкажіть, що попадає цей час. Так, тряпочки. Гляди, що тут лентучні тряпочки. То ти, короче, чухалки, знаєш, що називало лентяйки. Ну, що швабри. Ну, воно таке з такого зроблення, що вони чухують і тут відривати. Потім салфетки, вологі салфетки. Волосся. Музика Нет, я это не буду. Честно, но... Был такой, знаешь, жир, уже прокуснутий жир. Вот, походу, такая вот. Знаешь, мотую фу, не признаю меня. Не будем більше мучити ваші очі, адже я думаю, що ви достатньо побачили, щоб зрозуміти, наскільки це важка і пекельна робота, з якою працівники водоканалу кожного дня зіштовхуються. Поважайте їхню роботу, поважайте себе і, головне, не перетворюйте каналізацію на смітник. З вами був Артур Іванчук, це була програма «Один день», побачимось у наступному випуску, бувайте!